Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И сегодня мы вместе с вами посмотрим новое маленькое обновление на этом сервере. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Если вы будете играть на этом сервере, то при регистрации вводи мой именной промокод EVAN большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Идти сдавай на права и работай на свою мечту. 25 октября Смотра выставляет пост, что они сделали маленькое мини-обновление, пока вы ждёте глобальное обновление и добавили некоторые фишки для банд. Также самое главное это электрички. Отныне, кто ещё не подписан на канал, подписываемся, ведь мы идём к 3500 подписчикам к Новому году. Тем более сейчас этим обновлением будет очень много видосов по Смотра Рэйджу. Не теряйте меня, как вы потеряли месяц назад, прошлая серия вышла. Больше, я думаю, такого не будет. И ради этого я даже заморочился и прокачал свой комп, я купил новый процессор. Теперь игра становится более приятной, не пропадает текстуры. Я надеюсь, вы это поддержите лайком. Собственно, смотрим сначала ченжелок по классике, тайм-коды, всё это есть в описании ролика. Вот, а потом приступаем к обзору. Первый пункт ченжелоки это добавление зарядки для электромобилей. Зарядка электромобилей абсолютно бесплатная. Зарядить авто не получится так же быстро, как их заправить, придётся немножко подождать. Добавлена система автопилота для электромобилей. Установить маршрут для автопилота можно указав вайпут на игровой карте по аналогии, функция вызова, такси по телефону. Активация автопилота по кнопке J, английская работа на курьере с автопилотом не получится. Исправлено количество лутпоинтов подводного лута, исправлена популяция животных на охоте, восстановили нормальный баланс подводных условий на сервере. Реализована система угона и доставки фур для кланов. В фурах очень много ценного лута, от золотых слитков до снайперских винтовых. После угона фуру будут видеть участники других кланов и все игроки. Вам будут всячески мешать и пытаться отобрать у вас грузовик с ценным грузом, то есть перехваты. Любой сможет доставить грузовик в итоговую точку для получения того самого ценного лута. Пассивный режим фури активировать не предоставляется возможным даже в ЗЗ. Фура появляется в основном в Гетто Лос-Антоса и пром районе Лос-Антоса. Время появления фуры для перегона случайно и его также можно увидеть на радаре. Вторая фишка для клана это реализована система угона транспорта для клана. Для взлома защиты необходимо отмычки. Добыть отмычки можно в подводном луте или в угнанном фурах с ценным грузом. После угона транспорт будут видеть все участники других кланов и все игроки. Вам будут всячески мешать пытаться отобрать у вас угнанный транспорт, так же как и с фурами. Транспорт появляется в основном в Гетто Лос-Антосе и пром районе Лос-Антоса. Время появления транспорта для угона случайно и увидеть его можно на радаре находясь рядом. Добавлена возможность клановым игрокам стрелять с пассажирских мест транспортных средств. В основном это возможность добавлена для перехвата угнанных фур или ТС. Данная возможность будет строго регулироваться правилами для кланов. Стрельба возможна как и в сингл ГТА-5, только из пистолетов, так и УЗИ. И теперь самое интересное, это новые транспортные средства. Первое это, как мы видели, уже Porsche Taycan Turbo S. Второе это Tesla Model S. Третье это Tesla Model X. И четвертое это Tesla Roadster. Все эти автомобили добавлены в мультибрендовый автосалон, от которого мы находимся очень близко. И также обновлены модели. Это Agir RS, исправлена проблема с колесами. Audi RS Q8, обновлена и исправлена модель. Это BMW M4 G82, исправлен чип. И Porsche Panamera Turbo S, обновлена модель и чип. К сожалению, нас покинули такие транспортные средства, как Jeep Friendly Rubicon, Aston Martin Vantage, Corvette ZR1 и Mercedes GLE. В принципе, по джинжлогу все. Я думаю, приступаем к тесту. Знаешь что, заходим в автосалон мультибрендовых автомобилей. Первая тачка, которая нас встречает, это Porsche Taycan Turbo S. За 17,5 миллионов рублей. Как ни говорили, фото на него стоит в районе 5 миллионов рублей. Выглядит он как-то так. Скорость его это 310 километров в час, что не особо быстро. Объем батареи 93 киловатт в час. И мест в багажнике 5. Tesla Roadster, 19700, самый дорогой электромобиль, с самым хуже, как по мне, салоном. Двухместная, против Taycan, который четырехместный. Едет 330, объем батареи 120 киловатт в час. И также 5 мест в багажнике. Tesla Model S, стоит 11700, что более уже приземленно. Скорость 300 километров в час. Объем багажника 100 киловатт в час. Жалко, что они на сервер уже не добавили новую Tesla Plate, которая просто рвет и метает все. И самый дешевый электромобиль. Это Tesla Model X в версии P100D. А не, P90D, даже не P100D, офигеть. Обычный X, 270 едет, стоит 9500. Объем батареи 90 киловатт в час, что не особо много. Как бы даже меньше, чем у Tesla Model S. В таком-то, каком-то, если честно, колхозном обвесе. Но самый дешевый электрокар. К сожалению, нету Tesla Model 3, которая бы стоила лямов 5-6. Ехала где-то 270, я тоже думаю, где-то так. В принципе, по электромобилям все. Я думаю, в следующей серии мы прикупим какой-то из этих автомобилей. Да, называется, подставил свой Mercedes возле автосалона мультибренда. И ему пришел полный ждец. Собственно, сейчас я у кого-то попрошу электромобиль, и вы увидите просто это феноменальное ускорение 0.100. Собственно, пацаны, от Trillier, Tesla, Roser, Pablo 46. Большой привет и большое спасибо за то, что предоставил данный автомобиль. Получается красная на тонировочке, на дисочках. Вот так как-то она выглядит. Давайте сядем в нее. Ну да, в целом, конечно, самый, мне кажется, тупой. О, автопилот проверить, точно. Потому что, не знаю, он какой-то незавершенный, шо ли. Собственно, что нам нужно проверить? Это разгон 0.100. Это как она будет себя вести на скорости. Зарядку. И автопилот. Поэтому запускаем. Все, она запустилась. Звука никакого нет. Теперь пристегнемся. Только звук от колес. Кстати, спойлер выдвинулся, офигеть. Где-то на 70 км в час. Врубили аварийку. Вот так как-то она выглядит. Ну что, раздуваем двигатель, как это странно бы не звучало. Лаунч делаем. И раз, два, три. 100, 200, 300, 30. Ой, я что-то даже не заметил. Но это капец как уверенно. И она вообще очень классно стоит на дороге. Смотри, ее не... Не носит, можно сказать. Вырвил. Можно еще раз просто почувствовать это ускорение, а? Погнали. 100, 200. 100, 200. До сотки она еще херово едет. А потом после сотки, 120, она просто берет вообще капец жестко. Погнали. 100, 120. И пошла вообще. Прям очень бешено. Прям телепорт какой-то реально. Taycan, говорят, едет так же. А вот интересно, что с более дешевым автомобилем по типу Tesla. Model S и Model X. Вот это будет очень интересно. Кстати, заряд не так уж и быстро расходуется. Если вы хотите узнать, насколько хватает вот полного бака электричества или полного бака топлива, что выгоднее. Конечно, выгоднее электричество, потому что, блядь, она бесплатная. Вот. Но посмотрим. Потом сделаем тест. Поедем вокруг карты. Так что, если не хотите этот ролик пропустить, подписывайтесь на канал. Вот. И самое главное, давайте это поставим метку какой-то зарядки. Давайте, например, вот сюда. Поставим метку. И самое главное, это, пацаны, автопилот. Посмотрим, как она поедет. Нажимаем Jet. Автопилот активирован. Приятной поездки. Она просто едет по метке. И тапку в пол, да? А нет, 126 максимум. Окей, если я буду мешать, например, ей. Вот я нажимаю вправо. Короче, кнопки вообще не... Да. Кнопки по факту есть, но не реагирует вообще тачка на них. Просто никак. Окей, чтобы выключить, так понимаю, либо доехать до метки, либо нажать J. Давай посмотрим, что она скажет, когда мы доедем. Будет тоже интересно. Ну, как-то... Вы достигли места назначения. Попилот деактивирован. По таким закоуклам она тоже может ехать. Знаете, что у нас, получается, суперчарджеры от Тесла стоят. Заезжаем на них. Вот. Дополненность зарядки 23 киловатт часа. Объем батареи 120, остаток заряда. Где-то выходит, да, 120 киловатт. Выходит, 1 киловатт час заправляется где-то 1 секунду. То есть, 120 киловатт будет 120 секунд. То есть, 2 минуты фоллбак будет заправляться. Ой, смотри, какие гонки. Просто нелегал по центре Лос-Антоса. Готовы? Да. Так. Тайкан вырвался, но потом по максималке такой вжух и чисто его обошел. Давай. Пошел вровень, вровень, вровень. Потом он ушел буквально немножечко, а потом я по максималке чисто обошел. Короче, да, выходит немножечко, Тайкан будет побыстрее. Но это будет по максималочке поболее и по запасу хода поболее. Поэтому выбирайте уже сами. Короче, пацаны, приехал Винкс 0.3. Сказал, ты просто встань и поедь назад на Тайкане. И посмотри, сколько он будет ехать. Я такой решил проверить. И смотрите, что с этого вышло. 200. 25. Бля, что-то здесь 225, не 300 едет. Слушай, здесь кучек нет. А, ну тоже верно. И уехал просто в закат. Просто в закат, реально. Он только управляется, это пиздец. Он как бы не управляется вообще никак. Так, короче, пацаны, решили разогнать свой мопед до максималки. Поэтому берем, на заднее колесо встаем. Оп, 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 оп. Пошел, 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 пошел. Тайкан с жопой едет, Тайкан с жопой обогнал. Ору, просто ору. Давай заедемся. Давай заедемся. Да давай, ты передам, я задам. Он просто задам будет ехать. Да, я буду задам ехать. Там буквально пару секунд. Давай, сейчас так. А, бензиновый. Готов. До свидания. Ну все, максималка. Дай Макса. Знаешь что, автомобили мы посмотрели в этом обновлении. Осталось только посмотреть фуры и автомобили. Если честно, видел фуры я только раз. Автомобили вообще не видел. Говорят, если ты просто проезжаешь где-то в гетто, они спамятся возле тебя на карте. Поэтому поехали, посмотрим именно туда. А специально для этого я вступил в клан под названием Велленс. Всем большой привет, кто оттуда. Вот, и вместе с ним мы заснимем пару видосов, где будем тырить фуры и взламывать автомобили. Итак, пацаны, ездил только что минут 20, искал эти автомобили и фуры. В итоге мне надоело ездить искать. Я написал администрации по поводу, где их найти, где они плюс-минус спамятся, и во сколько, и сколько штук. Ко мне ты пахнулся, админ, и давайте послушаем, что же он сказал. Соответственно, в рандомном месте, как указано было, локацию, то есть в гетто, и там другое место еще указано, не буду сейчас лукавить, не помню точно. То есть в этих местах вы можете их найти, катаясь здесь, но когда они спавнятся, во сколько, этого уже вам никто не скажет. Он просто где-то за углом стоит, а? Ну, она, в принципе, может заспавниться, скорее всего, и на дороге даже. Я вам не подскажу точки спауна, я вам не подскажу время спауна. То вам только, в принципе, описали окрестность, где они спавнятся, и их, в принципе, нужно пока-то и найти. Ну, вот там заключается, как бы, квест и интерес. Если бы были они в одном и том же месте, в одно и то же время, это уже бы был чисто фарм. Сами понимаете, что бы творилось, если бы было так. Ну да-да, а с этими, с автомобилями, которые нужно угонять, так же выходит? По поводу автомобилей, в принципе, одно и то же получает. Тоже не три раза спавнится, да, выходит? Ну, получается, да. Может и больше, но по поводу этого сейчас не могу вам ответить, ни у кого уточнить информацию. Выходит, да, всего лишь три фуры спавнятся за день, и найти их, как вы понимаете, будет оверсложно. Но вчера я видел, как прям по вот этой улице вчера две фуры проехало. Это, походу, очень жесткое совпадение. В принципе, пацаны, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Напиши в комментариях, как тебе новое мини-обновление на Смотр Рейдж. Успел ли ты уже купить себе электричку или нет. Также подписывайся на канал, ведь скоро выйдет очень много серий по Смотр Рейджу. Давайте наберем максимум актива под этим роликом, чтобы я знал, что вы ждете, смотрю, и мне стоит ее снимать. Подписываемся на канал, ведь мы идем к 3500 новому году. Нажимаю колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Аван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.